Сейчас объясню. Если я в заведении просто стою, никого не трогаю, улыбаюсь, меня принимают за персонал. Я однажды поработала официантом, я предполагаю, это медийность, да, что меня до сих пор принимают за официанта. Я просто постояла, три минуты поулыбалась, у меня хоба, уже заказы все, уже готовлено в баре. Иногда это переходит все границы. Ко мне однажды подошел мужчина и прямо отругал меня. Прямо очень жестко, говорю, девушка, мы с друзьями сидим уже 20 минут, никто нам не выносит меню, вам не стыдно? Мне стало очень стыдно, я взяла на баре меню, вынесла этой компанией, говорю, выбирайте все, что захотите, в качестве извинений все будет за счет заведения. И ушла домой. Пусть человечек покушает, да. А есть кто из Киева? Поаплодируйте, кто из Киева или... Барсундук! Залупа там, не ходите туда больше. Какая у меня жизнь, я комик, я по залупам хожу, пожалуйста. Залупа? Тут красиво, но выступать тут за лупа. Ну зато тут есть охрана, пожалуйста. Серьезный человечек, который не смеется. Кто из Киева или из каких-то городов... Да, мы с городом! Индивидуальность, вот она. Короче, в Киеве есть такая штука, как пикап. Знаете, да, что такое пикап? Это то, что в 2007-м должно было умереть паркуром, но как-то это осталось. И на меня в Киеве постоянно таргетируются обращения пикаперов. Может, это из-за того, что доброжелательного вида, может, из-за того, что я не умею отказывать людям. Кто не знает, что такое пикап, рассказываю, это искусство обольщения. Вот есть мужчина, у которого уже было там целых 10 секса, да, достиг высот, и он выбирает себе группу других мужчин, обучает их, как извлечь из женщины секс. И, в общем, ко мне подошел один парень из школы пикапа. У них первое задание в этой школе просто взять у девушки номер телефона на крещатике. И все, просто взять номер телефона. И ко мне подходит такой парень. Я заметила, что я настолько ему сопереживаю, он так волнуется, что я ему немножко подыгрываю. Что он такой, привет, я такая, привет, 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 привет. Один раз переиграла и дала. Потому что я уважаю образование. Я считаю, учиться никогда не поздно. Еще однажды заменила ребенку мать. Есть ребенки, обращайтесь. Захожу, значит, в Сильпо, и там красивая фруктовая лавка, и из ананаса сова вырезана, очень красиво. И стоит ребеночек, в эту лавку вот так тычет, говорит, мам, посмотри, как красиво, мам, посмотри, как красиво. А мать не смотрит. Родила и изюм выбирает. Я в любом случае, мне приятно, как бы вы там не иронизировали. Могли бы вы почаще? Да, это проблема. Мне не кажется, смеяться вы. В картотеке звуком еще поищите. В общем, обращаемся к этому ребенку, подхожу к ребенку и говорю, вау, как красиво, заменила мать ему. Потом шлепаю ему под затыльник, говорю, будешь баловаться, пойдешь домой с вон той тетей. Он побаловался, ушел домой с биологической матерью. Биология, да. А поаплодируйте, кто украиноязычный? Украиномовник есть? Есть кому принципово, чтобы комик выступал в украинскую? Поаплодуйте. Майя Зая. Молодец. Я, короче, недавно первый раз в жизни посмотрела порно. И вот как так, ну вот как жизнь, не заносила туда. Первый раз после 100 предыдущих. И, в общем, я как световый украинец выбрала порно с названием порно украинскую. Но я не сильно поняла, как к этому отнестись, да, не все там было понятно, поэтому я сразу полезла в комментарии. Почитать, как же вообще понять, это искусство, порно. Вот, в комментариях вот самый популярный один текст. «Дяку ему, шо украинскую». Эти стоны соловьиной действительно потрясающие, да? Я даже удивилась, почему-то у актера член встает не под гимн Украины. В таком концептуальном порно. Это что, искренний сверх? Ух. У меня ощущение, что я тут уже час на этой, на этой войне. У меня недавно в семье случился праздник, родители отпраздновали годовщину 25 лет, представляете? Серебряная свадьба. И папа маме подарил золотой браслет на серебряную свадьбу. Я папе говорю, ну ты совсем сумасшедка, что ли, дурак. После развода это не празднуют. Мог не тратиться. Мне 26 лет, и я думаю, что я не очень взрослая в каких-то вопросах. Например, мне... Не могу, как мои ровесники, делать вид, что салют мне неинтересен. Я прям такая, смотри, салют, где. Или, например, вакцинация. Как вы вообще, есть в зале антивакцинаторы? Я не знаю, как относиться. Я как все. Когда только сказали, что можно вакцинироваться, я такая, ну... Для того, чтобы выколоть вакцину, нужно испытывать ее 10 лет. Еще непонятно, как она отразится на здоровье. И потом сказали, что без вакцины в кальянные нельзя. Мы все такие, не, мы заботимся о своем здоровье. Мне, пожалуйста, Pfizer на молоке. Я беспокоюсь о своем здоровье. Или, например, не хватает каких-то практических знаний. Например, продавала платье в интернете. И, значит, мне пришло в ответ на объявление сообщение, пришлите замеры платья. А я вот искренне не представляю, что там мерит. Ну вот, пожалуйста, платье, что вам еще нужно? Поэтому я положила вот так платье. Рядом спичечный коробок. Спотографировала. Такая взрослая, разберусь, заберусь. Половите. Ну что? Разобрались? Платье на мне. Вероятно, нет.